Добрый день! Рада приветствовать всех на нашем вебинаре. Меня зовут Кудряшова Анастасия, я специалист компании Катерлайн. Тема сегодняшнего вебинара – формирование маршрута согласования для экземпляра отчета в системе 1С управления холдингом. Вначале я расскажу о программе вебинара. Изначально я расскажу, что такое маршрут согласования, дам общую информацию, расскажу кем и для чего в большинстве случаев применяется. Далее мы непосредственно в системе 1С управления холдингом сформируем маршрут для согласования отчета через функционал матрицы полномочий. И далее на примере уже в системе мы отследим этапы согласования отчета. После этого вы сможете задать все ваши вопросы. Итак, для большинства компаний становится актуальным вопрос согласования отчетности. Данный процесс помогает, во-первых, проконтролировать процесс подготовки отчетности. Во-вторых, ускорить этот процесс, так как каждому сотруднику, указанному в маршруте согласования отчета, приходит напоминание о необходимости немедленно согласовать отчет. Не нужно никому звонить, распечатывать, ходить, утверждать. В системе все делается автоматически. Ну и в некоторых случаях рассматриваемый нами функционал позволит автоматизировать процесс подготовки отчетности полностью. Итак, давайте перейдем непосредственно в систему и рассмотрим формирование данного процесса. Для того, чтобы подготовить маршрут согласования отчетности, нам необходимо перейти в блок процессы и согласования и выбрать матрицу полномочий. Открывается матрица полномочий. Здесь мы видим, что вид объекта мы можем настраивать не только для документов маршрут согласования, но также и для справочников. Мы с вами будем сегодня настраивать для документа, а именно для экземпляра отчета. И также нам необходимо выбрать версию регламента. Что такое регламент? Регламент это порядок составления отчетности. В регламенте указан периметр компаний, которые будут участвовать в подготовке отчетности. Как мы видим, да, вот перечень этих компаний, они у нас сейчас отражаются непосредственно в матрице полномочий. Возможно, для вашей компании нет необходимости разделять по компаниям, да, и у вас для всех компаний, участвующих в периметре, может быть, у вас вообще одна компания, да, для, как бы, для всех компаний нужно подготавливать по одному маршруту, согласовывать отчеты по одному маршруту. Тогда данная настройка находится вот непосредственно в объекте экземпляр отчета. Мы переходим на вкладку оповещения и согласования, и здесь у нас есть настройка полномочий. У нас, мы можем выставлять галочками, да, регулировать, разделять матрицу полномочий по организациям и разделять матрицу полномочий по проектам. Так как сейчас у нас выставлена галочка разделять матрицу полномочий по организациям, у нас, соответственно, все организации, участвующие в регламенте, они попали в матрицу полномочий. Помимо компаний, перечня компаний, в матрице полномочий представлены также виды отчета, которые участвуют в подготовке отчетности. Давайте сейчас попробуем настроить маршрут для компании ПЭУ и для вида отчета 1.3 с мета потребностей. Мы видим, что у нас разделено на две колонки. Мы можем назначить исполняющего для формирования отчета и, соответственно, назначить согласовывающего. Мы должны два раза левой кнопкой мыши щелкнуть на пересечении вида отчета и компании. Далее мы можем выбрать непосредственно пользователя, который будет согласовывать отчет. Если нам не нужно формировать маршрут, у нас есть один пользователь, который ответственен за согласование. Соответственно, мы выбираем тогда пользователя. Переходим в справочник пользователя и назначаем непосредственно какого-то Иванов Иван Иванович. Также мы можем выбрать роль контактных лиц, то есть, например, финансовый менеджер. Если один ушел в отпуск, то второй также может согласовывать отчеты, поскольку у него назначена роль, которая выбрана в матрице полномочий. Но мы сегодня рассмотрим более сложный момент. Это шаблон универсального процесса. Нажимаем ОК, нажимаем Создать. Для того, чтобы создать шаблон, нам нужно указать его наименование. Далее нажимаем Записать и переходим непосредственно в редактирование этапов процессов. Итак, слева у нас находится маршрут, диаграмма процесса, и слева у нас этапы процесса. Для того, чтобы создать маршрут, нам необходимо этапы процесса перенести в левую сторону. Итак, первый этап – это у нас этап согласования. Значит, мы должны также наименование этого этапа задать, назовем его этап 1. Далее, какие здесь реквизиты. Мы можем установить статус, который получит отчет при прохождении данного этапа. Вот у нас статусы. Далее, настройка доступности реквизитов. Значит, для чего это нужно? В большей степени это, наверное, используется для справочников или, например, для таких документов, как договор. Мы можем установить реквизиты, которые будут доступны на данном этапе. То есть, например, мы не хотим пользователю, пользователю, который согласует у нас, например, документ на данном этапе, показывать часть реквизитов того же договора, например. Поэтому вот этой настройкой мы, соответственно, разграничиваем доступные реквизиты. Плановая длительность в часах. Обращаю внимание, что часы здесь календарные, нужно это учитывать. Выходные, да, если там у вас впереди. Здесь задается плановая длительность, которая рассчитывается на данный этап. В дальнейшем в системе можно сформировать отчет, который будет показывать плановую длительность, также фактическую длительность, которая была затрачена на данный этап. И по результатам этого отчета можно, там, примировать, например, сотрудников или наоборот. Также возможно проставить галочку автоматическое утверждение по истечении времени согласования. То есть, если в предыдущем пункте мы назначили какое-то количество часов и спустя это время ничего, да, не произошло с данным этапом, то есть он не был ни отклонен, ни согласован, то, соответственно, у нас происходит автоматическое утверждение. И также галочки существуют, обязательный вот комментария на этапе согласования или отклонения, да, то есть мы пользователя обязываем ввести какой-то комментарий, не просто отклонен, да, а по какой причине. Вот, и, соответственно, способ адресации. То есть здесь мы, нам необходимо указать пользователя, ну, либо роль там, да, либо расширенная адресация, если нам не хватает данных. Записываем и закрываем. И вот у нас появился первый этап в маршруте. Сейчас я создам еще один аналогичный практически этап, чтобы показать вам наглядно маршрут. Так, посмотрим, какие еще этапы есть. Также есть у нас этап «Объект утвержден». Ну, на данном этапе все понятно, да, здесь, в принципе, если отчет попадает на данный этап, он переходит в статус «Утвержден». В принципе, мы можем выбрать здесь статус, да, каким, на какой статус получает отчет при прохождении данного этапа. Вот, ну, в нашем случае это будет утвержден. Так, сейчас рассмотрим более сложный этап, это «Переход по условию». На данном этапе мы должны задать условия. Открываем настройку. Вот у нас настройка для перехода по условию. Значит, здесь мы задаем условия, и в зависимости от выполнения этого условия у нас отчет пойдет на какой-то следующий этап, да, в зависимости от условия. Итак, для этого мы добавляем условия. Справа у нас находятся реквизиты, которые мы можем добавить для условия. Я хочу добавить организацию в параметре, да, мы перетаскиваем. «Равно ПЭО». Итак, мы добавили, значит, условие, если организация равно ПЭО, тогда. Здесь мы добавляем уже действие, что тогда будет. Если ПЭО, да, то тогда перейти к этапу 2, который мы с вами создавали. Иначе мы также добавляем условия, действие точнее. Если, соответственно, у нас организация не ПЭО, то переходим к этапу автоматического утверждения, который мы также создали. Вот мы задали условия, да, еще раз рассказываю. То есть, если организация равно ПЭО, отчет, да, который мы пытаемся утвердить, если равно ПЭО, то переходит на этап 2, да, то есть на дальнейшее утверждение. Если какая-либо другая организация, то происходит автоматическое утверждение отчета. Сохраняем. Данное условие. Записать и закрыть. Обращаю ваше внимание, что появились связи, да, то есть переход по условию, и у нас, соответственно, появились две стрелочки разветвления, то есть в зависимости от условия. Да, здесь у нас наглядно представлена схема, что мы понимаем, что в зависимости от условия у нас отчет пойдет на тот или иной этап. Также нам необходимо добавить связь между первым этапом и переходом по условию. Для этого мы левой кнопкой мыши выделяем сначала первый этап. Зажимаем кнопку Ctrl на клавиатуре и выделяем этап переход по условию. У нас становится активная кнопочка добавить связь. Добавляем. И вот, соответственно, у нас наглядно уже видно маршрут, да. Первый этап, далее переход по условию, и далее в зависимости от выполнения условия у нас переход на следующий этап. Давайте посмотрим, какие еще этапы у нас остались нерассмотренными, и дальше уже попробуем непосредственно в системе сформировать отчет и запустить его по данному маршруту. Итак, согласование мы посмотрели, переход по условию мы посмотрели, объект утвержден мы также посмотрели, объект отклонен. Значит, этап процесса объекта отклонен, но также, как и объект утвержден, да, он позволяет при переходе на данный этап отклонить объект, отклонить, например, отчет в нашем случае. Ну, также это, наверное, используется для задания условий, да, то есть, например, при определенном условии у нас отчет отклоняется автоматически. Также есть этап вложенный процесс. Значит, вот мы сейчас создали маршрут, он достаточно небольшой. Возможно, для каких-то организаций вам потребуется создать более расширенный, да, маршрут, но часть этого маршрута, это будет вот этот вот маршрут, да, более короткий. То есть, он, например, универсальный для всех отчетов. Вот, соответственно, вы можете данный процесс вкладывать в более длинный маршрут. Этап обработка. То есть, если вам не хватает функционала, вы можете обратиться к разработчикам 1С и написать обработку, да, и также ее добавить в маршрут. Оповещение. На данном этапе, соответственно, вы можете настроить оповещение для пользователей. То есть, когда, например, отчет проходит определенный маршрут, попадает на определенный этап, у вас происходит оповещение каких-то определенных пользователей. Ожидание события. То есть, да, мы задаем какое-то событие, и при его возникновении, соответственно, отчет переходит на следующий этап. Пауза. Это мы можем поставить какую-то, ну, на паузу, да, то есть, например, когда прошли, дошли до определенного этапа, у нас происходит пауза. Вот. И переход по выбору здесь у нас, в принципе, то же самое, что и переход по условию, но переход по условию мы автоматически задаем условие, а переход по выбору здесь уже пользователь вручную определяет, на какой этап пойдет, ну, в нашем случае отчет, да, согласуемый, на какой этап он перейдет. То есть, да, в зависимости от условий, например, мы не можем автоматически эти условия, да, сформировать. Вот. Тогда мы делаем переход по выбору, пользователю приходит уведомление, и, соответственно, он выбирает, на какой этап дальше запустить отчет, ну, например, там, я не знаю, в зависимости от суммы, да. Итак, мы с вами подготовили полностью маршрут для согласования отчета. Давайте посмотрим, как это работает. Мы закроем. Здесь нам необходимо, соответственно, выбрать то, что мы подготовили. Шаблон. Тест 2 мы готовили. Применить. Итак, вот для вида отчета 1.3 с метапотребностей компании ПЭО, да, у нас будет работать данный маршрут. Сейчас перейдем в блок бюджетирования, отчетность и анализ в экземпляры отчетов и создадим данный экземпляр отчета. Нам необходимо указать вид отчета. Это, как мы помним, 1.3 с метапотребностей. Указываем сценарий, периодичность. Организационную единицу ПЭО. Как мы помним, да, что для всех компаний периметра, кроме ПЭО, у нас действует автоматическое согласование. Так формируем данный отчет. У нас сформировался отчет, заполняем его, без разницы, каким способом, там, по регламенту или ручным. Заполнили. И далее нам необходимо будет записать и отправить на согласование. Мы помним, да, что на первом этапе согласующий у нас был выбран администратор. Я сейчас нахожусь под пользователем администратор. Значит, нам также необходимо перейти в блок процессы и согласования и мои задачи и оповещения. В принципе, этот блок у нас открывается первым при входе в программу. Да, мы видим наше оповещение и напоминание. И вот в данном случае у нас появилась дополнительная закладочка экземпляры отчетов, на которой как раз появился наш отчет, да, то есть мы видим, что необходимо его согласовать. Для этого мы его открываем, проверяем, вот, и далее у нас доступны кнопки согласовать, либо отменить согласование. Нажимаем кнопочку согласовать. А если это был не первый этап, то мы бы видели предыдущие визы, да, кто его там согласовал или отклонил. Мы можем оставить какой-то комментарий, пометка, пояснение, и доступны две кнопки, да, согласовать, либо отклонить. Также мы можем добавить дополнительных согласующих. Нажимаем кнопочку согласовать. Отчет согласован. Далее мы можем посмотреть ход согласования. Доступна у нас такая кнопочка, да. Зеленые этапы, это этапы, которые уже прошел наш отчет. Синим это этап в обработке, да, то есть там, где он сейчас находится. Итак, мы смотрим, что изначально у нас отчет попал на первый этап и был согласован пользователем администратор. Далее отчет перешел на второй этап. Второй этап это у нас переход по условию. Так как у нас была указана организация ПЭО, у нас, соответственно, отчет перешел на второй этап и пошел в согласование в инвестиционный отдел. Итак, мы сейчас на примере посмотрели, как работает матрица, да, и как мы можем настроить этап согласования. Коллеги, это, в общем-то, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, данный функционал поможет вам в работе. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, ПОЖАЛАСТА. ЗАДАВАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ. Также хочу вас попросить подписываться на нас в социальных сетях. Наш аккаунт расположен на Фейсбуке, в Инстаграм, в Ютубе, в Телеграм. Очень много полезной информации, которая может помочь вам в вашей работе. Спасибо большое за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова